Знаю, верить ли слухам, не верить, закроют ли Ютуб, или всё-таки мы будем им пользоваться так же, как и запрещённую соцсеть, только с помощью VPN. Ну, так или иначе, я на всякий случай вам укажу все свои соцсети. Ещё раз мой телеграм-канал, в котором я делюсь лайф-форматом. Просто что-то иногда выкладываю, мне очень нравится, он очень душевный, рассказываю о том, что происходит в моей жизни. Я его введу как сториз запрещённой сети, которую не люблю особо. Но также мой нельзя-грамм, в котором я выкладываю рилсы с недавних пор, и мне стало это даже нравиться. И, собственно, TikTok, в который я тоже с недавних пор начала постить, я нашла способ, как это делать. Так что, если что, не пропадаем, но я очень верю, что всё-таки Ютуб не закроют, и мы будем им пользоваться так же, как и нельзограммом, как раньше думали, что не будем. Всем приветики. Зеркало забыл. В общем, я собираюсь краситься и решила поболтать с вами. Встала буквально час назад, поэтому не совсем просто я формулирую свои мысли. В общем, сейчас разгонимся. Кстати, у меня где-то завалялся жёлтый карандаш. Может быть, что-то с ним сделать? Слушайте! Может быть, сделать коричневый макияж и жёлтую подводку? В последнее время просто стала быстрее принимать решения, потому что иногда я могу очень долго это делать, а начала это делать быстрее намеренно. У меня база Manly Pro. Моя любимая база от NYX. Как бы сейчас её нигде нету, не достать. Консилер от Kiko. Кстати, он мне очень нравится. Это Full Coverage Dark Circles Concealer. Кстати, по поводу языков. Я вам рассказывала, что я знаю три языка. Ну, как бы по убыванию. Сначала английский, потом русский, потом итальянский. Итальянский я so-so. Я его учу, мне кажется, больше для развлечения, потому что мне нравится. Карандаш для бровей. Любимый броу-артист Лориаль. Парочку моих поклонников замазать. Как мне успевать их поддерживать, я не знаю. Понятное дело, что я не смогу ходить какие-то занятия, там, блин, каждую неделю. Там, я не знаю, по три занятия на каждый язык. Но я решила, что буду хотя бы как-то поддерживать. Потому что лучше хотя бы что-то, чем вообще ничего. Потому что иногда мы отказываемся что-то делать, потому что, ну, скажем, это будет не идеально. Там, например, я не буду заниматься спортом пять минут, потому что правильнее заниматься часом, условно. Но лучше уж пять минут, чем вообще ничего. А английский и французский я буду как бы держать на плаву тем, что буду читать какие-нибудь статьи. И пересказывать, записывать, например, на диктофон и потом проверять сама. Моя любимая Анастейша, у них самые для меня лучшие вообще палетки. Наношу цвет какой-то красивый, бронзовый. Подумываю о том, чтобы пойти на какие-нибудь курсы актерские. Не знаю, мне кажется, меня это хорошо прокачает. Это шеи цветных. И есть розовый, синий. Зачем они мне спрашиваете, если я ими пользуюсь раз в год? Принципиально не наращиваю ресницы, потому что, мне кажется, мне не войдет. Но можете говорить что угодно. Есть более натуральные варианты, там, сделать ресницы, еще что-то. Но так или иначе, это все равно портит ваши ресницы. Мне нравится тушью их красить. Я о чем говорила? У меня летом я не использую такие тональные кремы от Crystal Minerals, минеральную основу. Она выглядит как пудра, но выравнивает тон кожи. И при этом у нее есть небольшая SPF. Как бы не закупоривает ваши поры. Особенно летом, когда и так жарко. Вы еще наносите толстый слой тоналки. Они неудобные в транспортировке. Тут есть холодный и теплый тон. Я их смешиваю. Для чего? Непонятно. Ну нет, мне больше нравится, когда я их смешиваю. Наношу сюда. Дальше наношу гуману. Моя любимая гумана от Nye Aliare. Правда, я их разбила, и мне пришлось их восстанавливать. Причем я это сделала не с помощью спирта, а с помощью духов. Теперь они пахнут духами. Приятно. Кисточка. Смотрите, какая у меня кисточка от Essence с блестками. Но она мне нравится. Выглядит она, конечно, как единорог. И хайлайтер мой любимый. Я его покупала еще, мне кажется, на курсе втором. От Maybelline. Face Studio Chrome Extreme. Он никогда не закончится, но, надеюсь, этот блеск просто такой вот, знаете, прям мокрый эффект создает. Я обожаю его. Блеска мне достаточно будет и так от жары, поэтому я не борщу. Все. Все. Он хорошо наслаивается. То есть он подсох, и я сверху еще нанесла. Вот сейчас хорошо. Сейчас прям хорошо видно мои стрелочки. Вот вам прикольно, как смотрится моя вот эта вот цепь на сумку, которую я придумала. Продаю в A.L.B. Jewel. Если что, смотрите, как клево на штанах смотрится. Вот мой лук на сегодня. Мой любимый костюмчик. Потому что улица, в принципе, прохладная, но жаркая. Он такой летящий и очень удобный. Такие вот дела. Трактор будущего. Она наконец-таки записалась на урок барабанов пробный. Сейчас посмотрим. У меня внезапное желание записать влог. Извините, конечно, что я забыла его снять в Пушкине. Я очень давно хотела пойти в Пушкин и попробовать десерты. Я посмотрела два обзора, и все пылесосили эти десерты. Говорили, что они, ну как бы, мягко говоря, не очень. И единственный десерт, который больше всего хвалили, это был мельфей. Я его взяла. Честно вам скажу, он был пресный. Как моя жизнь зимой. Но хрустящий, как осенние листья под ногами. Но вкуса не хватило. Знаете, я хотела сахарную бомбу, а сахара было мало. Как будто, знаете, вот, слишком ровно. У него десерт, вот такие дела. Потом я сходила на барабаны. Мне понравилось. Почему я решила пойти на барабаны? Я училась на фортепиано и на гитаре, но... Это очень скучно было для меня, потому что я не люблю сальфеджио. А в барабанах ты просто долбишь. И никакой сальфеджио тебе не нужно. Но это клево. Может быть, я буду ходить, куплю абонемент, не знаю, посмотрим. Мне понравилось. Меня даже похвалили. А сегодня пятница, поэтому мы пойдем что-то... Куда мы пойдем? Мы пойдем гулять. И лето продлевать. Мы топаем. Топаем по Москве. Очень жарко стало, потому что... Ну, вчера был дикий дождь. И был такой гром, что я действительно сильно испугалась, закрыла все окна и спала в жаре. А где мой телефон? А, где? А. Дело в том, что сладкое быстро выкидывает что-то. Инсулин, да? И после него очень хочется быстро есть. Он аппетит повышает. Ну, хоть сломался. Я, в общем, поняла, что недавно для себя, я же по своей сути интроверт, но у меня часто бывает выплеск экстравертного настроения. Мне хочется ко всем лезть, разговаривать. И вот так вот, типа, я не знаю, у меня настроение такое. Вот сейчас у меня точно такое настроение. Для того, чтобы побыть экстравертом, мне надо побыть интровертом, заперти у себя в комнате и пописать музыку. А потом пати-харт начинается. Я просто вот в таком вот достала Андрея, он говорит, отвали от меня. Вообще в обед, когда все было заслано тучами, я словила осенний вайб. Вайба. Все так на меня смотрят. Сегодня у нас на обзоре будет несколько кондитерских, которые располагаются на чистых прудах. Йоу, мэн. У нас обзор ппшников. Мы просто смотрим десерты, но не пробуем их. Мы изучаем КБЖУ, мы их нюхаем, но не едим. Я вспомнила, как мы с Алванова возвращались по этой дороге. А, вижу. В азбуку мы ходили. Но мы в конце августа опять на него пойдем. Но, я не знаю, после его концертов я какая-то очень заряженная, и мне хочется сделать то, что он сам по себе. У него тексты такие мотивационные, жизнеутверждающие. Продолжение следует...